Итак, согласно информации, согласно изданию CNN, которая ссылается на американских разведчиков, на американское разведсообщество, Владимир Путин решил сделать ставку на срочников, причем массовую ставку. Теперь в России это действительно массовое явление, когда срочников 18-27 летних парней направляют на фронт, направляют защищать Курский регион и отчасти Белгородщину. Теперь срочники в большинстве своем воюют там, теперь срочники пытаются каким-то образом противодействовать вооруженным силам Украины. Их направили как мясо, они путинская жертва, они пошли на заклание. Уже действительно Путин подписал тайный указ и Министерство обороны Российской Федерации этот указ направило во все воинские части, войсковые части во многих регионах Российской Федерации. Когда берутся теперь от нескольких сот до тысячи человек срочников и направляются на войну, направляются на Курское направление. И чем больше будет становиться эта операция, специальная военная операция вооруженных сил Украины по демилитаризации и деноцификации России от Путина и его режима, тем больше срочников Владимир Путин будет направлять в топку войны. Тем больше мясо он пожертвует ради этого бога войны. Уже сейчас абсолютно открыто 9 регионов Российской Федерации, их руководство и их военное командование направляет таких вот молодых зеленых пацанов. Конкретно это Мурманская, Калининградская, Ленинградская, Московская, Белгородская, Самарская, Тюменская, Иркутская области и Бурятия. Даже к Бурятам Владимир Путин, к любимым Бурятам Владимир Путин вновь дошел. Срочники теперь это для Владимира Путина абсолютно ничто. Это просто инструмент для сдерживания. И по поводу инструментов. Уже сейчас в Курской области, как вы знаете, вооруженные силы Украины, о чем я вам говорил еще вчера, берут в кольцо, берут в оцепление огромную группировку российских войск, российских военнослужащих. В большинстве своем, а это по разным оценкам, Министерство обороны говорит от 2 до 5, но можете спокойно умножать эту цифру на 3-5 раз, это срочники. Это срочники, которых туда направили экстренно. Мы знаем, что только из Ленинградской области за последние два дня 250 человек моментально выехали и направились на территорию Курского региона. Эти срочники окружаются и берутся в тотальное оцепление. Это значит, что там будет котел. И это значит, что эти срочники или будут отправлены в плен, или они сдадутся самостоятельно и станут военнопленными, или же эти срочники погибнут. Другого не дано. Владимир Путин мог этих срочников вывести, он мог их передислоцировать. Однако он этого не сделал. У него были шансы, были все возможности. На протяжении последней недели украинские вооруженные силы уничтожали по очереди, не каждый день три стратегических моста через речку Сейм в Глушковском районе. Все эти три моста были, вот буквально вчера, уже последний мост был уничтожен. У Владимира Путина, у его генералов были все возможности отвезти своих срочников, отвезти этих неумелых людей, которые не умели и не умеют держать автоматы, которые не способны воевать и никогда этому не учились. Однако Владимир Путин решил их отправить в топку. Владимир Путин решил их уничтожить. Владимир Путин решил их утилизировать только для того, чтобы сдержать украинское наступление на территории Курского региона. Потому что, как оказалось, у Путина неким и нечем более воевать. Он хочет сохранить импульс и продвижение на Донбассе. И именно поэтому оставляет полностью оголенным Курскую и Белгородскую области, которые для него, как показалось теперь, менее нужны, чем политический выигрыш на Донбассе. Все, что сейчас происходит, это, конечно же, тихий ужас. Однако Владимир Путин изначально к этому готовился. Контртеррористическая операция, которая была заявлена на территории Курского региона, возникла не просто так. Есть много причин, почему Владимир Путин захотел эту КТО провести. И потому, что он не доверяет генералам, и решил передать все полномочия Лубянке своим чекистам во главе с Алексеем Дюминым, с новым возможным преемником Владимира Путина у этой власти. И от того, что, в принципе, контртеррористическая операция предполагает меньше выплат, чем так называемая СВО, вот эта идиотская его не война. Однако, еще одна ключевая причина, это то, что в рамках КТО могут воевать срочники. Могут направляться туда срочники, в зону, где проводится контртеррористическая операция для исполнения боевых приказаний командования. И Владимир Путин всем этим удачно воспользовался. Проблема заключается в том, что Владимир Путин ранее обещал, обещал не трогать срочников. Я напомню, что 8 мая 2022 года он специально обратился к матерям и сказал, что срочников никто трогать не будет, что срочников никто не будет направлять на войну, что срочники не будут воевать. Однако, оказалось, что Владимир Путин соврал. Более того, уже спустя год, 13 июня 2023 года, Владимир Путин заявит во время встречи с военкорами, а на самом деле с агентурой военной разведки и других разведывательных структур, что срочники, конечно, не будут воевать на Донбассе, не будут воевать на оккупированных украинских территориях, однако точно будут находиться как на территории Курской области, так и на территории на землях другого, так называемого, приграничья. Белгородской, Ростовской, Брянской и других. Уже тогда Владимир Путин и его комарилья, его околокремлевские, его вонючие пропагандисты готовили соответствующую почву для того, чтобы направить срочников на войну, для того, чтобы направить эту зелень молодых пацанов от 18 до 27 лет, а зачастую это непредельный возраст, зачастую это 18 или 22-23, как пушечное мясо, потому что других вариантов у Путина уже тогда не было. Примечательно, что в эту пору это заявление прозвучало буквально за неделю до Пуча Евгения Пригожина, ката личного Владимира Путина, его повара, главы ЧВК Вагнер, который уже тогда выступал против путинских генералов, Шойгу и Герасимова, рассказывал о том, что ВСУ в любом случае пойдут на Курское и на Белгородское направления, откроют их для себя, что они уничтожат и Курск, и Белгород. И уже тогда этот путь Пригожина, марш на Москву, был очевиден. И тогда Владимир Путин рассказывал о том, что срочники воевать будут, потому что тогда всем было понятно, а не только Пригожину, что у российской армии начинается тотальный кадровый голод, и ничего ей не помогает и не поможет в дальнейшем, о чем мы с вами сегодня еще, конечно же, поговорим. Владимир Путин обещал, обещал срочников не трогать, но как обещал, так это слово обратно и забрал. И сейчас срочники будут отправляться на войну. И проблема заключается в том, что с 1 октября текущего года по 23 декабря 2024 начинается осенний призыв. И это означает теперь, что огромное количество срочников, которые попадут в российскую армию на протяжении следующих полугода, они будут воевать, однако не только на Курском направлении и на Белгородчине, куда в любом случае перекинется эта боевая операция, военная операция вооруженных сил Украины, где начнется полновесная война, но они будут воевать 100% уже на Харьковском направлении, они будут воевать на Донбассе, они будут воевать на Херсонском, Запорожском направлениях и будут базироваться на территории оккупированного украинского Крыма. Это означает, что Владимир Путин будет использовать этих срочников, масштабно использовать, массы этих срочников направлять и сжигать в этой топке. Это означает, что Владимир Путин будет их бросать уже тотально везде. А не просто отдельно на Курском направлении. Все это прощупывание почвы на самом деле. Все это первые шаги. Мы же прекрасно понимаем, что дальше после Курской области последуют все абсолютно направления, все абсолютно горячие точки и срочники в массовом порядке, уже не сотни, уже не тысячи, а десятки и сотни тысяч будут направлены на войну и будут умирать. И будут становиться инвалидами и попадать в плен. Это неизбежно. Это то, что Владимир Путин уже себе в голове придумал и начинает реализовывать день от дня, приближаясь вот к этой уже ситуации. Примечательно, что на протяжении последнего года российского обывателя готовили к тому, что он должен отдать своего сына, своего ребенка на войну и закрыть на это глаза. Абсолютно спокойно пожертвовать, дать на заклание своего сына Владимиру Путину. Все эти околокремлевские пропагандисты, околокремлевские глашатые об этом заявляли. От Соловьева Симоньяны Скобеевой до этого абсолютно ужасного человека, который озвучивает фильмы голливудские, причем фильмы на матерном своем наречии, до Гоблина. До Гоблина по фамилии Пучков. Все эти люди нам рассказывали о том, что российские срочники должны воевать в обязательном порядке. Что срочник должен пойти. Что это дорого для российского государства обеспечивать 40-50-летних мужиков, им нужно дорого платить. Нужно потом после смерти их обеспечивать их семьи, обеспечивать их детей, давать им бесплатное образование в государственных университетах, предавать им различного уровня медицинские страховки и прочее, и прочее, и прочее. Не дешевле ли отправить срочника зелень воевать на Курское, Белгородское, направление на Донбасс или на территорию оккупированного Крыма? Везде. Где только можно. Уже полупьяный генерал Гурулев, депутат Государственной Думы от Единой России, заявляет о том, что необходимо вообще переориентироваться на афганскую модель и направлять всю зелень воевать на территорию Курского региона, Белгородщины и дальше во все горячие точки. Для того, чтобы они получили, как он выражается, боевой должный опыт. Мы уже слышали заявление Абтьяла Удинова, генерал-майора чеченского командира подразделения Ахмат, который сейчас находится в распоряжении, занимает высокопоставленную должность в системе Министерства обороны России. Он находится на территории Курской области и рассказывает матерям этих срочников, что не нужно жевать сопли, не нужно лить слезы, не нужно говорить, что это дети. Это дети, которые пришли воевать, они должны воевать и все они окажутся после гибели, а они должны погибнуть в раю. Это напоминает известное изречение, идиотское изречение Владимира Путина, что вы все сдохнете, а мы попадем в рай. Так же и здесь. Проблема заключается только в том, что дети всех этих людей не воюют, что сыновья Владимира Соловьева не окажутся никогда на фронте, потому что он облизывает и подтирает необходимой смазкой место, заднюю точку, задний проход Владимиру Путину и его ближайшему окружению, всем его силовикам. Не окажется там никто из детей всех этих пропагандистов, чекистов, кремлевской и околокремлевской мразоты. Никто, не один. Воевать будут обыкновенные. Воевать будут самые бедные, самые нищие, самые ненужные, те, у которых нет, как считает Владимир Путин, никакого будущего в его путинской России. И вот на этом фоне они начинают прощупывать почву и, вероятнее всего, готовят уже российское население к тому, что будет объявлена массовая такая волна отправки срочников на войну. Массовый исход срочников в России начинается, можно так сказать. Все эти срочники останутся калеками, их убьют или они попадут в плен, о чем я уже вам сказал. Продолжение следует...